Пожарного мы привыкли представлять себе в боевке и копоте, выносящем человека из огня. В действительности это так, но есть еще один аспект деятельности огнеборцев – научный. В Ивановской пожарно-спасательной академии начал свою работу трехдневный образовательный форум «Школа молодых ученых и специалистов МЧС». Эта конференция уникальная в своем роде именно охватом участников, которые принимают в ней участие. У нас сегодня находятся на территории академии представители всех вузов МЧС России. Это ребята из Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы, Уральского института ГПС МЧС России, из Академии Государственной противопожарной службы Москва. То есть у нас сегодня представлены все регионы. Всего общее количество участников – более 70 человек. В течение трех дней участники будут всецело погружены в пожарно-спасательную науку. В таких условиях не заинтересоваться ей просто невозможно. Особенно учитывая, что лекторы – не последние в научно-исследовательской деятельности люди. Школа молодых специалистов – одна из ее задач. Вот это как раз помочь людям до конца определиться в этой своей карьере не только в научном плане, хотя здесь будет заслушано очень много интересных разработок в разных направлениях приоритетной деятельности министерства, но и в плане своего карьерного дальнейшего роста. Казалось бы, в борьбе с огнем не до формулы вычислений, но есть множество направлений науки, помогающих спасателям в их ремесле. Физика и химия пожаротушения, исследования психологического воздействия, ну и, конечно, сейчас на переднем плане технические разработки. Здесь кадетам Ивановской академии и есть чем похвастаться. Это разведно-поисковое устройство МРДМ-1. Значит, имеет видеокамеру для фото- и видеосъемки, имеет ультразвуковой датчик для автономного движения в местности. Так, а сейчас он управляется через Bluetooth, можно сделать через GSM-модуль и будет управляться на расстоянии городов. Над этим роботом Артур работал несколько месяцев. Предполагается, что устройство должно заменить спасателей на самом опасном этапе пожаротушения – разведывании обстановки. Робот может двигаться по любой поверхности. Картинка с камеры поступает на планшет. Так можно не только определить расположение очагов возгорания и наличие в здании людей, но даже измерить уровень загазованности помещения. Сразу появляется сообщение на пульте управления. То есть на данный момент концентрация газа 40%. Это уже опасная концентрация для жизни человека. Продемонстрировать свои разработки и получить новую пищу для ума – такая возможность представится всем участникам форума. Главное – грамотно ей воспользоваться. Ведь наша будущая безопасность зависит от каждого нового открытия молодых спасателей-ученых. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.